привет ребята ребятунчики смотрите какой список составил короче сейчас я отвечу на ваши вопросы ну и поговорю свое мнение о происходящем до месяц меня наверно не было на ютубе ничего не снимал ладно короче все по порядку погнали куда пропал хожу по лесу грибы собираю мальчики симпатичные свинушечки красавец для засолочкой там к новому годику то лось стоит блин мои грибы жрет собак блин я не успел просто камеру достать какие следы от него охренеть где он тут чемпион прожить а найду свет получше в блин и далее пошел сюда где сюда мои грибы на где суда то оси смотрю вообще уже в конец оборзели где туманы как и проповедуют мхам откровение на где хула как молитва там иду я никуда не пропал просто дел полно если честно поэтому просто я не хватает я сейчас просто в телеграме в основном до последний месяц там что-то отвечал в twitter тоже где-то наверно месяца не заходил ну и так что то а вот наклассники вот еще зашел но обо всем ладно по порядку вам куда пропал да никуда решили короче музыку блин если честно задолбался знаете какая фигня получается по жизни его смотрим когда вот над какой-то композиции работаешь а сначала на тебя прикалывает да потом ты слушаешь неделю до потом что-то вот и здесь не нравится а вот начало хорош то начинаешь перестраивать там получается что вот это не сходится и потом по факту да вот через три недели когда слушаю свой же трек до горит который вот первоначально был создан он получается что он лучше был блин чем ты потом три часа в три недели его там начинаешь мудрить вуртеть мутить короче ладно все услышите увидите сейчас я вообще в деревне он нахожусь на улицу смесь к тишина а это мои игрушки работают видеть привез сюда потом сниму тоже видео блин я не успеваю честно даже отвечать не вопрос он спрашивает расскажи про работу в москве там покажи про эту аппаратуру там я даже не помню там на яндекс зене что ли там кто спрашивает просто реально ребят не успеваем но все будет все будет будет время мальчик какой путь вот вторая моя игрушечка маленькая свечкой а мы не включили извините сейчас включим ничего так ладно почему ты все время жжешь вообще если честно я всю жизнь ржу и ржу всегда потому что я на эту жизнь да вот если честно без юмора смотреть вообще не могу я не понимаю вот серьезно когда человек вот серьезный он еще смотрит вот этот телевизор например и он сидит с умным видом знаете у меня сразу выговорят или наоборот когда вот я говорю прикалываюсь да я понимаю прекрасно что это прикол тут ржать надо а человек серьезно это так думать воспринимает я понимаю то ли у меня с головой не все в порядке то ли он реально короче ладно вы поняли что говорят в москве по поводу событий но вообще если честно никто ничего не говорит вообще разговоров нет ни на какие темы я вот например с кем общаюсь до ночи говорят люди в москве говорят там а ты уедешь за границу или нет у меня номер 1 20 на за этот месяц в россии спрашивают как там семья как чего там что-то там по работе есть там интересно и я не знаю какие то вопросы такие житейские я у меня нету знакомых да кто бы кто-то что-то там обсуждал там глобальном плане или там что говорят визу во первых у меня телевизор ты телевизор вот я с кем общаюсь честно скажу мне телевизор никто не смотрит вместе смотрят там да там фильмы на чем не фильм обсуждать с человеком или там яролаш как он твое мнение о событиях а какое мнение событиях если это интересно не ащи поражает знаете вот какое последнее время фигня вот там вверх что-то читал да там telegram канале то там есть какой-то канал но он такой там видно наших правильных таких ботов но там их видно знаете как почему потому что это не люди вот они как вот видны до когда или когда вы проплаченные вот эти вот лайки там вот это вся фигня это как все видно потому что видео публикуется до сначала потихоньку тихо и а потом такой хлопать открываешь и прям 4000 лайков всем эта новость понравилась и все и вот можно через неделю зайти как был 4 так и будет я просто не понимаю зачем нет зачем это когда люди тем более пользуются этими сетями сидятся мне бывает конечно да вот заходят они смотрят это такие как правило ну я не знаю даже мой отец наверно хотя он тоже говорит вот здесь же смотри сколько вот лайков поставил группа но меня не смешите что я хотел в итоге сказать этим а и вот например спрашивают о событиях да и вот я вот в интернете читал вот пугачева с галкиным уехали за границу на и чуть ли них там и лишить званий фиганин и там сразу лайков туда-сюда да они там по предатели фига а какого хрена не вообще должны какое-то свое мнение говорить о каких-то событиях они политики что ли кто это музыка значит даже когда вот у нас говорят там вот там на западе двойные стандарты у нас зато блин двойных стандартами вот с детства всегда всю жизнь всем говорю у нас всегда даже по закону палка на двух концах но двойных за это стандартов у нас нет у нас нету нас можно говорить о чем угодно где угодно но дадут тебе три дня потом уехать чтобы сказать что ты видишь уехал же по факту или вот посидеть подумать как говорится местах не столь отдаленных вся вся на вся наши и вот эти вот не двойные стандарты все вот это вот как у нас так вот я про чем мы ездить галкин то по всему миру там сын гастроли это хочу отдыхать она уже бабушка старая чё пчёна должна чуть какие-то не гордили там макарей чё сказал ну и что он сказал свою точку зрения ну и что чё у тебя он что участвовал там я не знаю оскорбил кого-то там послал на три буквы нет вот его там тоже туда сюда плохой такой то есть такого вот если честно да вот я не знаю я пристали не жил ну сейчас просто только до расстрелов еще не дошло так все к этому наверное и тянется так а событиях хочу а вот то событие кстати еще знаете вот там что-то по поводу ядерной войны ребят не будет никого ядерной войны ну по крайней мере я не знаю ближайшее время понимаете кнопку кто приказ отдает ну кто нажмет лейтенанта ему и думать и не нужно будет ему приказ будет и он нажмет а вот кто отдает да их никакие бункеры не спасут никакие и по ним же самим первые же удары придется я вот если честно даже сейчас вот так вот думаю то есть да там в европе в америке об этом не задумывается да ну я бы вот если честно ну как не задумывается а у нас почему-то все на нервах и я у меня отец физики ядерщика я знаю что там от европы от америки там также ничего не останется как и от нас но от нас это еще может кстати останется потому что она то большая у нас никто не будет там якутию бомбить а там тысячи километров там едины да там для смысл там чего там бомбить вот поэтому я про это и говорю и любое вас с этим действие да вот не зря говорят вызывает противодействие вот даже когда вот это все начиналось типа вот ну как понимаете там украина как это между там европы да там странами нато и россии изначально а сейчас вот я только сегодня читал финляндия разместить ядерные ракеты у себя там на границе это вообще цирк на что боролись за что боролись на то и на это понятно конечно цепь там там пешком до питера дайте ядерная ракета там дело даже не по понимать что налететь там будет быстро если честно ядерный ударом это но как мне отец рассказывал он я кстати с ним мне кто-то просил еще там поснимать что-нибудь там он сам поговорит я с удовольствием сниму просто он короче будет время с него я уже если честно устал да я я не люблю когда я говорю что я сделал и мне просто и времени нет этим делать и короче просто во все тупо во время упирается вот вы думаете что от клип какой-то снять это вот сел там фигня какая там две минуты ребят вот подключить только но я не буду пока да так могу вам показать вам вот подключите это подключите это все включить все проверить там вертушки фигушки звук подобрать микрофона настроить вот один второй один второй раз раз вот это вывести звук блин потом это все смонтировать камеру туда свет ушел начинаешь снимать что никто не позвонил все заново представляете там люди да я понимаю что вот они там кто кого деньги есть они там сняли за монтаж заплатили монтаж им тоже долго идет вот вам например даже фотографии там со свадьбы сколько человек там их будет там монтировать или дел хочу там кажется сняла и распечатал я уж молчу про свадебные видео да и да там такие видео ясно кстати про клипом я сидел с человеком как-то летом мы смотрели я с ним сбываю искать или написать и мы сидели просматривали видосы на какой на какое видео пародию снять ребят я я не смотрю сейчас да вот эти вот там музыкальные каналы музыкальные чаты там как там в молодость но я просто сидела если честно я просто сидел с таким глазами и охреневал это такой бред вот это я не делал я меня сейчас меня просто поражает мне идей девать некуда ну у меня нету это аппаратура вторых сам себя сложно снимать это понимаете ставить камеру бегать прыгать там туда сюда какую камеру телефон там аппаратуры деньги миллион и снят 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 все видео да просто вот четыре сцены они здесь вот и детки там танцуют потом они на набережной вот так же танцуют потом едет машина в кадре и они танцуют еще где-то там в этом павильоне там у них там вот блин ребят вот если честно это снимать но если со всеми сценами там на такси доехать я бы за день я проехал и это видео просто вот мы смонтировал вопрос на телефоне даже лучше чем вот она там это снято минуту за 2 на ай господи часа за два минуту когда будут клип до скоро будут будет время будут клип до нового года обещаю вас заваливающие клип так помню мобилизации по мобилизации кстати да прошел месяц я ни разу на этот вопрос не отвечал точнее я снял там какой-то там видос просто короткий дашу собянин сказал а потом короче все подхватили эту фразу да я так понимаю много знаете как ушлых людей я иногда даже сижу там в чатах каких-то я чуть напишу да потом читаю свою 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 же эту фигню в анекдот то есть народ у нас ушло и я не каналы платные да вот они себя там мейкеры и фигей кремене как они там называются они просто читают вот эти все план последний то это выпускает там видос да на ю тубе новость это первый выходит там клип и они сразу вас или пародию либо это либо акцент делать либо такую же музыку то есть музыка просто здесь затянули здесь растянули все поводит твой хит все очень хитро у нас делается и самое главное что вот человек неизвестный да он снял как бы вам сказать вот допустим тексты пишет кто туда для допустим там уральских пельменей да вы их знать не знаете кто а сидит парень обычный там вот как я там он пишет просто вот эти тексты они играют на сцене зато они известны этого парня никто не знаю да ему и за эти тексты там платят копейки а по мобилизации если честно у меня есть знакомых у меня возраст уже там 46 мобилизация до кого забрали всех вернули одного с полигона вернули у него его забрали через неделю вернули потому что у него очень гипертоник оказывается где осознание потерялась ним сам разговаривал блин ну вот этот цирк конечно узнаете как вот как расходятся слухи вот бабки никто ничего не знает но все все обсуждают и все знают лучше всех я например иду да и мне же стоят у подъезда и и рассказывают про человека с которым я общался полчаса назад нет его забрали да его сразу туда до всех без подготовки уже кидают до всех это а вдруг одна это и рассказала то пошла соседки соседка это все кирдык все это я думаю блин я с человеком разговаривал мне говорит абсолютно другое нет а они зато все знают они все знают они они все знают а это значит как вот про меня надо кто-то что-то говорит я вас послушал слушал со стороны точнее мне кто-то приходит и говорит что про меня рассказывать я думаю интересно даже послушать если честно очень люблю когда вам не рассказать это говорит о том что ты кому-то нужен так когда все закончится вообще насколько я думаю ну точнее как думаю если кто мои видео смотрит да если кто мои видео смотрит он я вот в том году не стал ничего говорить почему у нас закон о фейках фигейках ну как я докажу тот чего например я могу я не могу утверждать у нас у нас чуть чего сразу блин откуда ты знаешь причем как сначала фейк а когда это случится про тебя уже но ты-то уже не сидишь или там чё-то под делом а потом оказывается так и есть короче как то так так и смысл то в чем я вот песни пел да вот там упер там король и шут догон я бы я вот люблю все песни к событиям при этом приравнивать то есть вот вы когда вы смотрите там да мои видео там если люди вот чуть ум включат вы можете там видосы в твиттере там и пересмотреть они все каким-то событиям привязаны я например песен на королю штанда гонда ну возьмите послушайте о чем-то слова и поймете когда я и пил я приблизительно догадывался какая-нибудь херня произойдет конечно не знал что такая серьезная а когда короче все закончится вкратце ребят мы готовься лет на 10-15 я думаю что по мобилизации кстати если честно да ну вот это то же самое как вакцинации вакцинация же была не просто тогда вот это там вирус вы чё думаете вообще там появился ни с того ни сего просто там наверху посмотрели да люк-то управляемый всего на ней их посадили всем по дамам маски раздай и они будут сидеть чё хочешь то и делать мир им правят деньги и властью а люди это так вы же на кого-то работать 10-15 лет да и он ну потому что как ну смотрите например сначала с афганистана вот это канитель была сколько лет она была а вы знаете кстати зачем началась почитайте и чем она закончилась у нас война даю сколько живу не 46 лет и она помню постоянно это абхазия где-то с грузией что-то там принял же сход не вспомню даже уже такая куча там вот афганистан чечня фигня там вот это блин там столько вообще спито это просто сейчас вот этот украинский вот этот конфликт начался а и по мобилизации да я думаю что всех протащат потому что вот вакцинация на на тоже была временная вообще я вам так приблизительно вот хотите вот можете это видео сохранить и он у меня посмотрите лет через пять прав я был или нет сейчас во первых службу наверное продлят до двух до трех лет сейчас же год служит что скорее всего сделают а через конфликт я думаю что наверно вообще всех протащат тем более если он будет 10-15 лет короче думать сами это не фейк это я думаю по телевизору скажем это через я ребят не хочу по телевизору я не смотрю я тут открыл кстати где-то я еще может сниму отдельно там про пацанок да я вот просто реально вот посидел и броду просто щелкал типа я пока фильм искал на на новинки там и чё-то на пятницу блин и короче это как ее какие-то пацанки думаю что за пацанки и это открыл и я вот посмотрел на этот бред я отдельно еще я и отдельно хочу видео снять просто я я был в шоке я в шоке был от того что мы такими не были в каком плане вот девчонки да все расписные как будто он там я не знаю там вся в куполах как будто она там в тюрьме не знаю там пол жизни провела короче одна двадцать четыре года другой еще там чё-то там 22 и они короче друг другу чё-то за волосы там трепет там бухают летку думаю это надо вот этот вот я посмотрел вот так вот это вот 24 года я думаю это просто реально ребят детский сад 24 года я вам расскажу потом чем мы занимались 14 лет или там в 13 12 в 24 да мы 18 19 уже приезжали с и как говорилось не базарили а разговаривали разговор мог закончиться а тут 24 ну это ребята если честно ну просто смешно детский сад это реально детский сад одноклассники и соцсети были бы одноклассники ребят я вчера зашел в одноклассники вообще в одноклассники захожу два раза в год я захожу просто реально посмотреть кто еще остался в живых потому что я раньше как не зайду постоянно кто-нибудь умер только думать да уже по-моему уже я не знаю там одноклассники вообще там там вот одноклассники да я вот когда читаю там лента какая-то но я не читаю точнее она не все время какая-то рекомендации но там вот я не могу я не понимаю вообще для кого это сеть это я не знаю там вот найти вот если честно там никакой свободы слова нет а там там на свободу слова только одна там просто какую-то упёртость какая-то в чё-то во что-то точнее там на все остальное это как это короче там демократия там очень все демократично и соцсети соцсети не нравится телеграмм не нравится потому что я учет как-то в группах сижу кстати хотите вам это на заметку дам кто не смотрит и особенно из мужчин ходили девчонку хорош из квартиры с машины соцсети симпатичный на не такие там и помоложе или 30 по 40 хорош девчонки но я вам серьезно ну какая-то я ведь потому что я читаю чё не пишет краткость сестра талант но интересно так и по прикалу с ними можно и по судя по этим как и по аватаркам они симпатичные догадайтесь какой этот чат форум про дтп там 777 что так я не помню уже точно там собак 777 короче дтп и вот они они все с машинами да и они сидят там просто общаются там целый прям коллектив такого нет там зайдите почитать но там и видео интересные посмотреть можете там быстро выкладываются дорожной обстановке дтп и просто форум там и собачницы и кошачницы и чё там только не обсуждается вот и twitter да мне нравится то есть ну вообще twitter свободная сеть чухо что и пиши то есть вообще можно с любими людьми поговорить я например когда мне кто-то что-то говорит что-то говорят там на украине допустим у них там русский дэйт по русский язык запрещен я беру в твиттере просто и спрашивать кто с украины у вас запрещено не верт не я фрозе я даже не буду дальше там что-то нам говорят а мне я просто просил для себя вне с учебным с кем-то спорить сам собой смысл вообще кому-то что-то доказывать никакого я в этом не вижу так а яндекс зен еще вот я там но если честно я вам вообще не успеваю даже на свои свои комментарии читать и поэтому не некогда просто просто реально не надо я вот зайду на пирас там в телеграм блин все залип там уже целый час сидишь поэтому я боюсь даже вот сейчас я открою twitter это все это кирдык тоже как-то не ответят людям это неудобно там вас задают в обратим более в личку там столько сообщений и человек думает что ты что я его игнорирую даже меня видит там я здесь появился там появился я не ему не отвечаю а мне не хочется не ругаться во вторых если он что-то спросил а я ему отвечать через месяц как в одноклассниках его переписываюсь не кстати знать какой-то мой девчонка написал вчера его что она мне пишет какой-то клип там я не знаю про чё-то пропил я снимал это короче белорусский вот этот артист как и и она мне написала снизу у меня будет интересно меня под видео там интересно меня все одноклассники такие раздолбай и раз и дяи я такой нет один я такой один я такой все сейчас захотели так блокировка youtube а кстати по блокировке youtube блин тысячи вопросов на эту тему у меня чё по поводу блокировки что-то снимаешь ролики на youtube а не выкладываешь там в рутуб ребят блин мне только вот сейчас если честно еще и рутуба не хватает уж где где но рутуба вот я еще в рутубе вообще у меня было канал это было двадцать лет назад руб этот вообще вот эти это сети да вот сейчас будет блокировка youtube youtube типа заблокирует когда наши появится но если честно захотят и хоть завтра youtube заблокирует просто они я не понимаю там наверное вот лобби еще вот эти вот операторы потому что представьте вот эти приставки они youtube да и человек контент он тратит интернет трафик вот мне например там сбер все время опрос опрос там а как вам нравится там телевизор 20 их никого да я не смотрю телевизор мне нахрен ваш телевизор не нужен мне только нужен вот youtube на кухне стоит телевизор с этим с их со сбер пристав я кроме youtube и мне там ничего не нужно вот верите нет ничего и если закрыть этот youtube и открыть рутуб но это не просто смешно что там смотреть в этом рутубе вообще вот они знаете как вот заблокировать youtube и у них останутся чё вот у нас останется вот этот мой мой мир mail.ru там вот это видео этот хостинг мне кстати там он на тюрьме видосы не знаю я снимал по 90 каком-то там девятом году потом вот этот вот восставшие за дару туп да и все а и яндекс дзен и дзен еще так ладно что-то затягиваю с болтовнёй рутуб youtube оппозиция так и сошелся фигня к нему а я знаете чё я же включаю она и надо больше она поэтому потом уходит для прибора выключить ладно вот на 30 минут час так и оппозиция блин ну какая позиция вот если че да ну там не оппозиция чё по оппозиции вся эта оппозиция то дай бабла чё это оппозиция какая позиция одни в тюрьмах сидят а другие за границей и чё они сделают мне еще нравится да не повлияют там что-то на людей да ничего это не повлияет я узнать как он может повлиять на людей вот я могу повлиять на людей как я вот звоню например человеку да вот это вообще прикрылось последнее время я говорю саняк здорово ты где пиво ты когда пойдем пить а я в Грузии я вот две недели назад я верю шкот пропал а я в армении это цирк и я еще на youtube подписан там хороший такой канал но там я подписан где-то каналов на на 20 наверно если честно в очередь там полную какую-то хрень и это как-то я сначала знаете вот снимают видео и пропадают да у меня вот люди даже у меня есть там человек он он смой с моим он меня смотрит уже 20 лет на вот это вот ересь но если честно это не ересь я вот ржу просто реально над всем миром и просто над вами я рожу просто над людьми да потому что насколько сколько людей вот просто и вот знаете вот если честно да я люблю общаться со всеми но я знаю вот когда вот человек умный когда нет как человек не отвечает допустим говорит серега хорош хватит там он понимает что я вот уже не прикалывается я уже начал или чушь нести а если он понимает что я вот такой разговор виду там вроде прикалываюсь а я потом говорю но я же говорил он говорит короче ладно короче пацаны раз 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 и или ложки ручей всю ночь за умный вновил песнь свою а на утро ветер подул и конечно спугнул луну как печален печален мир словно осень моя тоска мне бы чистой воды спить из прозрачного родника а